Какие названия группы «Bloom Twits»? «Bloom» — это цветок, да? «До святая» «Рашидай» «Цветущий» «Twins» — «Близнецы» «Цветущие близнецы» А почему «Bloom»? Потому что это процесс, как бы, узнавания, что такое мир, раскрывая в себя новые краски, новые лепестки для нас и в нашем возрасте. Ну, там еще плюс два «о», поэтому для нас показалось очень красиво. «Bloom» — «Bloom» — «Человек» Четкий вопрос, Марина. После предыдущего концерта Макарчук в своем твиттере написал спасибо «Bloom Twins» за чудесные камеры. Вообще, с Макарчуком вам лично знакомы? Нет, мы можем посмотреть. Лично не знакомы. Пересекались, не пересекались. Прямо так пересечься, не пересекались. А почему решили петь именно эту песню? Любимая песня. Любимая песня «Детство» и нашей сестры Беры. Она очень хотела сыграть с нами на «Виланчели» в прошлый раз, но не получилось. Да. Но в этот раз она будет выступать с нами на сцене, и мы будем играть ту же украинскую песню. А я не хотела сказать. В любом случае, в этот раз, наконец, у нас сможете играть с нами на сцене. Вопрос от Любы. Я читала на интервью, что вы сотрудничаете с модельным агентством, которое пославило Лану Дель Дре и участвуете в показах London Fashion Week. То есть, вы развиваете себя не только как музыкант, но и как модель. Что больше нравится? Быть моделью или музыкантом? Музыкантная карьера имеет 360 градусов. То есть, по большому счету, я музыкант, мы музыканты, мы делаем совершенно разные вещи. Опять-таки, мы делаем актерство, мы делаем фэшн, мы делаем то, мы играем на этом инструменте, на том инструменте. Поэтому говорить то или то, это все равно сказать белое или черное. Мы любим все, мы любим все краски. Все краски так, поп. Это правда. Потому что я люблю Сашину. Я люблю одеться в красивый пиджачок и выйти на улицу. Поэтому я не знаю, для меня это просто не раздевает. Вы еще лицо компании какой? Что-то отчитала лицо компании? Соня Рикел? Нет. Соня Рикел. А, Соня Рикел. Да-да-да. Как туда попали? Тоже через модельное агентство? Вас уже знают, я так понимаю, об модельной агентстве, да? Музыкальный и модельной среде тоже знают. Опять-таки, это очень связано. На кастинге вы уже не ходите? Уже вас просто приглашают как модели. Уже знают как. Ну, почему? Клиенты иногда спрашивают. Конечно, прийти, посмотреть на нас. Ну, это нормально. Это как люди приходят и нас посмотрят на концерты. Опять, это нормально. Это какая разница? Еще такой вопрос. Кате, хватает ли вам заработанных денег на жизнь? Вы зарабатываете музыкой или все же приходится еще где-то подрабатывать? А, ну, в кафешке я не работаю. Ну, для меня... Язык выучили и все, на этом достаточно. Да нет. Все нормально, заканчиваем. Деньги это не так... Ну, понятно, деньги это важно, но это не самая главная цель. Для меня главная цель это опыт. Точно так же с кафешком. Ты идешь в кафешку, понятно, деньги это приятно. Но это выучила английский, начала развиваться с людьми, стал такой социальной. Второе, там, я не знаю, начинаешь делать диджейство. Это же тоже не по поводу того, что хочу заработать деньги. Это, по-моему, больше как опыт. И поэтому все, что мы делаем, работа для меня не оценивается деньгами по большему счету. То есть, это и денег хватает. Денег хватает. Для меня больше важно интересно и правильно проводить время, опыт. То есть, больше подработок не было, да, у вас? Что такое подработки? Я не могу понять. Ну, тот же кафе имеется в виду. Нет. У нас, по-моему, начинающие музыканты в Украине иногда приходится работать. Конечно. Это так понятно, это так и сам. Да, да, да. Просто сейчас время уже стало намного меньше. А там очень прикольно. Мне нравилось всегда работать в кафешках. Нравилось, да? Да, очень. Особенно мне нравилось в последней кафешке, в которой работал там самый лучший клоп. О, там близко для нас больше всего. Потому что там, и как бы с небес на землю возвращаешься. Потому что тебе будет говорить так, как разговаривать со всеми, даже немножко ниже. Ну, нормально. Я к этому привыкла в тот момент. И это мне научило просто быть философом. И не смотря ни в какой ситуации. На меня как-то неправильно посмотрели. Окей, шутка. Сейчас тебе шутки дам. Тебя смешно станет. А я над тобой посмеялась. Ну, а для меня самая главная причина, почему я любила работать в кафешке, да, ты встречаешь очень классных людей очень часто в кафешках в Лондоне. Второе. Кофе. Ну, конечно, дай тебе кофе. Сейчас, наверное, английский знаете лучше, чем украинский, да? Слышно. Ты слышишь, что это? А мова не забыла? Мова не забыла. Молодцы. 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 Так. Сейчас этот вопрос от Тай. Я читала, что во время Майдана вам запретили въезд в Британию. И вообще почему? И как решили этот вопрос? Я задаю себе такой же вопрос. Почему запретили? Никто не знает. Вы приезжали сюда, а вы ехать уже не смогли, получается, да? Ну, как вы приехали, она ведь в визу. И, соответственно, когда мы приехали, на самом деле там было много разных других факторов. И не только по поводу Майдана. И я не могу знать точно, что именно повлияло. Но там много было разных аспектов. И у нас получился отказ. Было неприятно. Ну, стало очень приятно. Особенно, когда те говорят, ты не можешь делать апелляцию. Ты просто ждешь 10 лет. Это было не очень. Решили так, что, ну, ситуация, как она решилась, была очень прикольной. Потому что в этот момент, когда нам отказали видео в Украине, Ник Роудс, дюран-дюран, мы с ним так перед этим работали для журнала Untitled. И он сказал, что он хочет с нами сделать какую-то песню, одну песню. Как только мы приземляемся в Украине и хотим сделать видео, нам дают отказ. И он такой, как это так? Я хочу с ним написать! И он написал на сообщение, на письме написал, я Ник Роудс. Я переезд, да. Я продала столько-то столько-то копий этих песен. И я хочу, чтобы Умфинс приехал, и я записала с ним песню. Дайте, пожалуйста, везу обратно. То есть, это было очень приятно. Такое письмо. И нам дали, кстати, господи, везу обратно через полгода. Слушай, тебе можно было отказ получить от такого письма, нет? Не шути так, да? Не шути так, не надо. Но вы какой-то вид на жительство, может, оформляете сейчас? Или так и катаетесь сюда-сюда за визой? Так и катаемся. Тяжело. Это не так просто. Посмотрим. Вопрос от Саши. Продолжаете ли вы работать с своим продюсером Леной Чебуклиевой, которая вас представила в Лондоне? Конечно. Это Кирилл и Ленка. Это Кирилл и Ленка. Это Кирилл и Кирилл. Да, у нас два менеджера. Просто Кирилл. Это Кирилл. Это Кирилл. Это Кирилл. Ну, на самом деле, сейчас мы такое не делали. Потому что, на самом деле, это очень некрасиво так делать. И сейчас это реально очень грубо. А в детстве мы часто так делали. То, что Соня там кто-то призналась в любви, какая она нереально, уникальна и тому подобное. Но когда мы только поменялись, она делала мои вещи, а я ее вещи начала себя вести. Теперь она уникальна. Да. Теперь я так... Я все еще... Я Аня, правильно? Мы поменялись, человек ничего не понял. Ты такая уникальна, такая нереальна. Сейчас мы такое уже не делаем. Потому что мы достаточно разные. И люди, как только узнают нас чуть-чуть побольше, они видят, насколько наши характеры отличаются. Внешне мы понятны, похоже. Но характеры, ну, людей... У меня вкус и цвет тоже разные. Это парня не звонит, да? Нет. Хватает вообще времени на личную жизнь? То есть у вас после натуры, дострою? Не хватает, это нормально. Личная жизнь, моя личная жизнь это музыка. Вот хватает. Так вопрос от Лизы. Кто вам пишет песни вообще и кто создает такие крутые аранжировки? А, это коллаборация. А какая-то есть песня, какой-то пример конкретный? Я думаю, что каждая песня по-другой. Да, мы пишем песни, мы сами пишем. И еще пишем песни с другими разными продюсерами тоже. Очень интересно посмотреть на себя сразу стороной. И, например, есть отличный продюсер, который нам очень нравится работать. Потому что с ним уже пару тренков сделали. А вот здесь, если это была песня Папа у Дублизи, то Marshall. Marshall Music. Он очень-очень прикольный и с ним очень весело всегда работать. То есть разные продюсерами. Мы сами можем чуть-чуть что-то сподюсировать. Ну, посмотрим. Ну, разные вещи, да. Ну, а клипы кто снимает в основном? Украинские режиссеры, да? Украинские режиссеры, да? Все-таки еще продюсеры вкладывают в видеосъемку, ну, в клипы. Продюсеры мы все. Украинские режиссеры. Общая копилка на съемку клипа. Опять-таки, девять еще раз. Украинские режиссеры, да. Украинские режиссеры, да. Ну, еще про деньги, я на самом деле так не люблю надуматься по этому поводу. Сначала думаешь, какую идею ты хочешь делать, а потом ты видишь, какие у тебя есть возможности, что будет его платить. А потом эти возможности и появляются. Ну, потом давай. Все по-разному. Все всегда очень сразу. Абстрактно. Нет. Да. То есть, как только, еще раз, возможности. А потом, если кто-то что-то хочет помочь, слушать, всегда очень приятно. Но это все. Это больше главная идея и креативно подумать. А потом уже понять, как ты будешь это будет развивать. Чтобы не себя загонять в рамки, что так и все. Боже мой, не боже никак. В ближайшее время планируете выход нового клипа выпуска? Всегда планируем. Да. Планируем. Скоро учим. Новые клипы. Угу. Тут еще вопросы интересуются. Как попали в благотворительную компанию Imagine Misty Skattyberry и David Guetta? Это очень прикольно. Мы как раз были в Украине, да? У нас был откаст. Мы все в депрессии, правильно? Это правда. И мы видели, что многие люди начали делать такой отличный проект Imagine Misty Skattyberry. И чтобы люди обращали внимание не только на себя, а еще на тех людей, которые живут не с такими способностями, которые у нас есть. Мы можем тут все что угодно. Там поесть, учиться. А там дети такого не у всех есть, правильно? Соответственно, этот проект, еще и были другие разные группы тоже, которые это делали. И мы, соответственно, решили сделать тоже маленькую Unicef версию на пианино на белом background. И отправили им. И тут нам говорят, мы хотим его взять в этот проект. И мы, когда услышали о этом, это еще раз то, что нам помогло справиться с этим отказом. Нам было очень приятно. И еще раз, это все такое, о чем ты думаешь, вау, у нас получилось, мы это сделали. Ну понятно, с помощью Кирилла и Ленки, и мамы, и папы, и всех людей, которые у нас верят. Да. Воздух был. Последние песни. Ну получается, каждый артист отдельно записывался, а потом это все сводили в один проект. Они потом выбирают. Мы хотим вот этих людей, и мы соберем в этом видео. С многих других разных листей, со всех разных точек земли. Было то, что прикольно. То есть с Давидом Геттой вы там в одной студии не встречались? Нормально еще. Не-не-не-не, не встретились. Все передачи, да. Так, вопрос с Оксаной. Вы никогда не задумывались представить Украину на Евровидение? У вас классный стиль, вы известны во всей Европе, шансов победить много. О, спасибо, мне приятно. Причем мы нет. У нее нормально к этому пошли. Вы не думали подавать заявку, например, в этом году или в прошлом? Ну пока нет. Мы нет, мы в этом не думали. Мы сейчас задумываемся, пишем песни. Мы хотим выходить на концерты и просто владеть энергией с людьми, передать наши песни, наши эмоции. И сначала сейчас мы задумываемся о важном. Выпустить наконец-то альбом и половину EP. А все остальное это будущее. Пока свои публики изменять не хотим. Это слишком много публики. Пока нашли, пока для нас. Вы когда-то следили за этим конкурсом? Конечно, смотрели, да? Да, да. Особенно это с Джамалой следили. Да, очень приятно. Вообще я так думала, что Джамала победила. Мы все... Я еще помню, как она и выиграла, где мы были. Мы были в одном доме, там было очень много разных людей. Там была Норвегия, там была Франция, Украина, Австралия. Разные люди в одном доме. Разные флаги были. Потому что все хотели смотреть Евровидение. Для меня вообще первый раз мы сели смотреть Евровидение. Да, и там Австралия, да, выигрывала? А мы выиграем, мы выиграем. Мы такие, блин, Украина не выиграет. В итоге, как только Украина выиграла, мы сразу сукраинские флаги. Да, было так прикольно вообще. В каком выбор в этом году? Ну, в принципе. А почему нет? Классно. Мне супер нравится история. Мне очень приятно было смотреть на это. Спасибо большое за ответы. Пожелания для читателей, для похоронников. И приглашайте на концерт в Атлас. Приглашаем! Атлас! Обязательно всем прийти 24-го. Не пропустить. Там будет Кирилл в роли Кирилла. И Blue Twist. Да, еще там будет Юлия Запорожец и Катя Чири. Мы очень ждем их тоже. Они наши специальные гости. Приходите и слушайте. 24-го мая. Восемь вечера. Катя, через Ванну будет петь или она просто как... Нет, это наши специальные гости. Да, наши специальные гости. Спасибо. 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 Спасибо.